Всем здравствуйте! Меня зовут Носова Елена и я врач-натрициолог. Сегодня это видео для тех людей, которые хочут иметь красивую фигуру, хорошие показатели веса и оптимальные показатели здоровья. Дело в том, что у людей существует такая парадигма, что лишний вес является причиной многих заболеваний, поэтому он занимается тем, что снижает вес. На самом деле должно быть такое понятие, что лишний вес – это одно из проявлений проблем со здоровьем, это проявление заболеваний, и поэтому нужно заниматься своим здоровьем, и тогда будет нормальный вес. Мы знаем, что в нашем организме вырабатываются те или иные гормоны, которые регулируют наш метаболизм, благодаря которым мы имеем, опять же, хорошие показатели. Один из них – лептины. Сегодня будет речь о лептине, о лептине-резистентности, как проявляется, как диагностировать и как с этим бороться. Потому что повышенный лептин и состояние лептино-резистентности является одной из причин, когда мы не можем поддерживать нормальный вес, не можем похудеть. Лептин – это гормон, который вырабатывается жировыми клетками. Дело в том, что многие не представляют, что жировая ткань – это тоже гормональная ткань, и она входит в нейроэндокринное кольцо. И вот чем хороша такая наука, как нутрициология, тем, что нутрициолог, натуропат, он занимается тем, что восстанавливает всё здоровье в целом и смотрит на организм в целом, а не на какой-то орган в отдельности. Потому что само это нейроэндокринное кольцо, ну да, само слово «кольцо», где-то неполадка в одном сегменте этого кольца, который будет сопровождаться общими нарушениями. Главная функция лептина, которая, повторяю, вырабатывается жировыми клетками, это сообщать клеткам мозга, что мы сыты, и пора использовать источник энергии – это, собственно, запасы жира. Если же гормон не распознаётся, соответственно, возникает состояние лептинорезистентности. В таком случае организм решает, что он находится в состоянии голода и старается запасти ещё больше. И, собственно говоря, добро пожаловать в лептинорезистентность. Если вы не вылезаете из тренажёрного зала и питаетесь как кролик, то нужно всё-таки исключить такое состояние, как лептинорезистентность. Если это не генетика, тогда какая причина этого состояния? И ответ достаточно короткий – это воспаление. Потому что воспалительный процесс, он притупляет рецепторы и заставляет организм вырабатывать ещё больше лептина, а мозг, наоборот, не получая этот сигнал, он даёт команду обратно запасать жиры в запасное депо, чтобы в дальнейшем использовать их как источник энергии. Какие признаки повышенного уровня этого гормона? Ну, кроме сложности с потерей и удержанием веса, мы ещё видим это всё как неприятное отражение в зеркале в виде лишних объёмов и лишних килограмм на весах. Кроме того, мы ощущаем общую слабость, снижение общей энергетики и, кроме того, повышается чувствительность к гистамину, которая участвует в воспалительных реакциях, тем самым усугубляется воспаление. И ожирение, оно приводит к повышению инсулина и снижается чувствительность к инсулину и инсулиноэзистентность, которая ещё больше усугубляет ожирение. Ожирение – знак равно воспаление. И поэтому бороться нужно с воспалением. Воспаление – это стресс, поэтому надпочники ещё больше начинают вырабатывать гормон стресса, кортизол, который нам, собственно говоря, ещё больше мешает, то есть вносит неполадок в нашу гормональную систему. Повышенный кортизол, можете посмотреть отдельное моё видео, где я рассказываю о причинах и как проявляется. Вот здесь достаточно короткая информация, но одна из причин – это снижение иммунитета и общая усталость. И попытки сходить в спортзал и себя замучить этими изнуряющими тренировками приводят только к усугублению ситуации. Хочу сказать, что кортизол, он блокирует работу нашей королевы метаболизма, щитолидной железы, и при этом фактически выключается способность наших собственных мышц сжигать наш жир. И при этом будут признаки гипотириоза при нормальных показателях крови, такие как лишний вес, быстрая утомляемость, постоянная усталость, пониженное настроение и депрессии – это всё признаки гипотириоза. При этом будут нормальные показатели крови. Мы сдаём кровь на ТТГ, свободный Т3 и Т4, и при этом, опираясь на нормальный ТТГ, говорим, что у вас всё в порядке. На самом деле всё не так просто. Дело в том, что Т4 – это плазменное депо для образования активного Т3. То есть Т4 на самом деле он не активный гормон. Поэтому важна очень активность Т3. Но существует в крови анализ, существует в крови гормон в свободной форме, свободный Т3, и обратный, реверсивный Т3. Из Т4 образуется Т3 при помощи определённых ферментов Диодинас. Но если не преобразовывается, то получается излишки Т4 будут приходить в реверсивный Т3. И при этом он будет расти в крови. Этот гормон тоже неактивный, то есть он связывается с рецепторами, но он их не активирует, и, соответственно, клетки не выполняют свои функции, и мы испытываем тканевой гипотириоз. И при этом есть такой важный тест, это отношение свободного Т3 к реверсивному Т3. И это является тестом лептинорезистентности. Так вот, коэффициент Т3 свободный к Т3 реверсивному, если он больше 20, это вообще является биомаркером тканевого гипотириоза. И, кстати, поэтому не нужно опираться на уровень ТТГ. Какие анализы ещё дают о лептинорезистентности? Это повышенный лептин натощак. У мужчин он больше 5, у женщин больше 10. Недостаток, как я уже сказала, гормонов щитолидной железы и именно низкая конверсия Т4, то есть высокий реверсный Т3, высокий инсулин и высокий гликированный гемоглобин, гликозелированный, который показывает уровень сахара за последние 3 месяца. Низкий витамин Т3, так как я говорила, что при этом хроническое воспаление будут расти такие маркеры, как цирреактивный белок. Нужно контролировать показатели, свёртывающие системы крови, потому что люди с высоким лептином находятся в группе риска по тромбозам. Высокий кортизол в слюне. И сейчас буквально несколько слов о том, как же бороться с повышенным лептином и лептиновезистентностью. Ну, конечно же, нужно восстановить чувствительность клеток к лептину. Вот. И это, опять же, изменение образа жизни. Если говорить о питании, что нужно знать и что нужно соблюдать? Это, чтобы в питании было достаточно много правильных жиров. Именно. Это сливочное масло, это кокосовое масло, вообще правильно растительные жиры, нерафинированные. Это рыба жирная, это яйца, вот, это авокадо, орехи. Это всё то, что содержит правильные жиры. Это лецитин, омега, тот же витамин D, кофермент Q10. Это всё относится к правильным жирам. Ограничение углеводов. То есть, если вы углеводы и употребляете, то они должны приходиться на максимальный уровень кортизола в крови, соответственно, утром и днём. И их нужно ограничивать до 25 грамм в сутки. При этом нужно ограничить фруктозу. Если и фруктоза, то, опять же, фрукты и в первой половине дня. Исключить простые углеводы, так называемую булочную фруктозу. Если вы живы в течение дня, чувствуете голод, то, соответственно, вы, скорее всего, не наедаетесь в основные приёмы пищи, которых должно быть не более трёх. Поэтому пересмотрите, насколько хватает либо по порции, либо по содержанию тех продуктов, которые вы берёте на завтрак и на обед. Скажите, нет перекуса. Потому что любой перекус, это всегда повышение инсулина в крови. И когда у нас повышается инсулин, это всегда останавливается процесс или польза. То есть, жиросжигание прекращается в этот момент. Очень важно исключить алкоголь. И очень важно не считать калории. Чтобы снизить тягу к сладкому, потому что это часто является проявлением при повышенном кортизоле, в частности, нужно принимать такие препараты, как магний. Очень важно принимать опять же правильные жиры. Омега-3. Вот, тем более, что это является ещё и профилактика тромбоза. Омега-3, она не противовоспалительное действие. Нужно устранить дефициты по витаминам группы В, витамину Д, железу, йоду, селену. Как я уже говорила, да, клиника гипотириоза всегда при этом присутствует. При этом важно также использовать ферментированные овощи, например, квашеная капуста, использовать пробиотики, потому что наш микробиом, он контролирует наше пищевое поведение. Вставать и ложиться нужно вовремя. Желательно ложиться спать сегодня. Вот, сон не менее 7-8 часов. Для тех людей, которые не могут уснуть или просыпаются среди ночи и потом долго лежат, есть такой лайфхак. То есть вы берете бумажный пакет и начинаете таким образом дышать, чтобы вы могли вдыхать выдыхаемый вами воздух, потому что он богат углекислым газом. И тогда вы будете спать достаточно крепко и засыпать быстро. Начинаете с 30 секунд и постепенно увеличиваете, но не максимум 2 минут. Также важно завтракать не позднее, чем через 30 минут после того, как вы проснулись. ужинать не позднее, чем 3, а лучше 5 часов перед тем, как вы ложитесь спать. Кроме того, важно использовать интервальное голодание. Посмотрите подробно об этом видео. Один раз в неделю только завтракать. Кроме того, снижать искусственное освещение после заказа, чтобы облегчить засыпание, чтобы у вас были нормальные уровни кортизола. Если у вас нормальный кортизол утром и днём, то вы можете для того, чтобы легче уснуть, несколько раз поприседать, поджиматься. Если же у вас кортизол по вечерам высоковат, то наоборот, нужно слушать ослабляющую музыку, медитировать, вместо искусственного освещения зажигать свечи. Подробно опять же видео по кортизолу. И самое главное, это при лептиновесистентности нужно лечить воспаление. Поэтому очень хорошо использовать продукты с противовоспалительным действием. Очень важно использовать регулярно антиоксиданты, водорастворимые, жирорастворимые. Это основа для людей с высоким лептином, лептинорезистентностью. Конечно, важна также физнагрузка, то есть начинаете с ходьбы, по крайней мере, в положенные 10 тысяч шагов. В многих гаджетах есть программа, но не так, что вы смотрите в конце суток, что у вас 10 тысяч шагов, а вы крутитесь на одном месте. Нет, то есть это считается нагрузкой, когда вы ноль поставили и пошли и непрерывной ходьбой набрали вот самые 10 тысяч шагов. Постепенно можно увеличивать это будет интервальная высокая нагрузка и кардионагрузка, но это как бы со временем для тех людей, у которых достаточно лишний вес, чтобы не было нагрузка на сердце. Вот этот процесс длительный, то есть не настраивайтесь на быстрый результат. Иногда он длится полгода, год, а то и больше. Особенно, ну вообще, как вы понимаете, гормональные нарушения, они вот так вот по щелчку не возникают, точно так же и не разруливаются. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, потому что повышенный лектин это одна из причин лишнего веса. Я буду в дальнейшем выкладывать видео, которое позволит вам разобраться, чтобы в будущем иметь хорошие показатели здоровья и, само собой, тогда у вас будет замечательная фигура и вес на весах вас будет также удовлетворять. Спасибо вам за внимание. видео.